Эфир продолжает вести утро Кабардино-Балкария в студии Джамиля Айтекова. Здравствуйте! Ну а спонсор нашей программы Халвичный завод Нальчикский. Всегда свежее настроение. Участники проекта Школа Блогеров снова выходят в пространство, но теперь не в виртуальное, а вполне реальное. Приятное совместили с полезным. Семинар-тренинг по фотоискусству провели на свежем воздухе в Атажукинском саду. Адам Абазов продолжит. Прошедший накануне ливень проведение семинара для блогеров в Нальчикском парке ставил под сомнение. Однако к утру погода улучшилась настолько, что местных акул интернет-пера пришлось уже спасать от жары. Казалось, завлечь молодежь на двухчасовую лекцию в будний день невозможно, но организаторы мероприятия пригласили из Москвы особого гостя. Говоря о Тимуре, он сегодня является блогером номер один на юге России. Это южно-федеральная округа, северо-кавказская федеральная округа. У него больше всего читателей. Его материалы, его посты, статьи, буквально одна фотография или один пост, и у него, он только что рассказывал, более 10 тысяч читателей узнают об этом моментально. Тимур Агиров в Кабардино-Балкарии впервые ознакомиться с местной благосферой не успел, поэтому от комментариев отказался. Единственное, подчеркнул, проблемы блогеров Северного Кавказа во многом схожие. Информационный фонд создают федеральное агентство. Причем большинство, опять же говорю, не хотят видеть позитивные новости, они хотят видеть что-то такое в негативном ключе. Было бы интересно, если бы люди, молодые ребята, которые начинают только писать в интернет, если бы они писали как можно больше, как можно больше правдивы, то, что они видят в реальной жизни, передавали бы это другим читателям, которые тоже ведут и читают блоги, и, соответственно, мы бы видели общую картину. Главной темой семинара сделали фотоискусство, учили, как избежать типичных ошибок и начали с азов. Такая основополагающая вещь, что вот надо камеру держать ровно, это занимает буквально доли секунды. А после теории собравшиеся смогли закрепить на практике свежеприобретенные навыки. Приуспели в этом даже четвероногие блогеры. Его зовут Борис Джонсон, он у нас юный блогер, у него есть страничка на фейсбуке, а ты хочешь, аду Борис Джонсон. Свои учебные работы юные журналисты уже выложили в блогах. Следующую такую акцию планируют на сентябрь. Тему и место для фотосессии ребята определят сами путем интернет-голосования. Адама База, Фанзорка, Широков, Вести Украина, Борис Джонсон. Столица республики засияет новыми огнями. В Нальчике приводят в порядок уличное освещение. Работы идут на 22 перекрестках. Это не только центр города, но и въезды в Нальчик. На восьми объектах новые лампы уже появились. Это светодиоды, которые позволяют экономнее расходовать электроэнергию. Взамен сгоревших устанавливают новые торшеры. Все работы выполняются за счет городского бюджета. Ну а сейчас самое время поделиться любопытными деталями. Сегодня в рубрике «Камни. Возраст которых, по подсчетам ученых, 5000 лет». Так называемые антропоморфные стелы, их более 30 нашли в 1965 году при строительстве Дворца культуры профсоюзов. Обнаруженная гробница с захоронением, в том числе с предметами из золота, была выложена изнутри камнями. Представляют они собой примитивное изображение человека. На некоторых даже сохранились криптограммы. Но никто не так и не смог расшифровать эту тайнопись. Ценные экспонаты были переданы на хранение в Национальный музей. Ну а в настоящее время каменными истуканами заинтересовались германские ученые. Это именно они определили возраст археологических древностей в результате специальных анализов. Сейчас специалисты на основе собранных материалов готовят к изданию научный каталог. Пожалуй, таким количеством названий не может похвастаться ни одна другая гора в мире. Эльбрус, по подсчетам организаторов мультимедийного проекта «Россия-10», имеет около 40 имен. Однако внимательные читатели одной из республиканских газет заметили. В описании пропустили Кабардинская Ашхамаха. Коллектив редакции незамедлительно связался с руководителями конкурса. В считанные минуты погрешность на сайте «Россия-10» исправили. Если вы также небезразличны к судьбе Седова и Спалина, ждем вас в пятницу 9 августа на площади Абхазии. ГТРК Кабардино-Балкария проводит общереспубликанскую акцию «Голосуем за Эльбрус» при поддержке администрации главы КБР. Начало в 18 часов. Пока все. Продолжим через полчаса. Эфир продолжает «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Джамиля Итекова. Здравствуйте! Столица республики засияет новыми огнями. В Нальчике приводят в порядок уличное освещение. Работы идут на 22 перекрестках. Это не только центр города, но и въезды в Нальчик. На 8 объектах новые лампы уже появились. Это светодиоды, которые позволяют экономнее расходовать электроэнергию. Взамен сгоревших устанавливают новые торшеры. Все работы выполняются за счет городского бюджета. Участники проекта «Школа блогеров» снова выходят в пространство, но теперь не в виртуальное, а вполне реальное. Приятное совместили с полезным. Семинар-тренинг по фотоискусству провели на свежем воздухе в Атажукинском саду. Адам Абазов продолжит. Прошедший накануне ливень проведение семинара для блогеров в Нальчикском парке ставил под сомнение. Однако к утру погода улучшилась настолько, что местных акул интернет-пера пришлось уже спасать от жары. Казалось, завлечь молодежь на двухчасовую лекцию в будний день невозможно. Но организаторы мероприятия пригласили из Москвы особого гостя. Говоря о Тимуре, он сегодня является блогером номер один на юге России. Это южно-федерального округа, северо-кавказский федерального округа. У него больше всего читателей. Его материалы, его посты, статьи, буквально одна фотография или один пост. И у него, он только что рассказывал, более 10 тысяч читателей узнают об этом моментально. Тимур Агиров в Кабардино-Балкарии впервые. Ознакомиться с местной благосферой не успел, поэтому от комментариев отказался. Единственное, подчеркнул, проблемы блогеров Северного Кавказа во многом схожие. Информационный фонд создают федеральные агентства. Причем большинство, опять же говорю, не хотят видеть позитивные новости. Они хотят видеть что-то такое в негативном ключе. Было бы интересно, если бы люди, молодые ребята, которые начинают только писать в интернет, если бы они писали бы как можно больше, как можно больше правдивы, то, что они видят в реальной жизни, передавали бы это на другим читателям, которые тоже ведут и читают блоги, и, соответственно, мы бы видели общую картину. Главной темой семинара сделали фотоискусство, учили, как избежать типичных ошибок и начали с азов. Такая основополагающая вещь, что вот надо камеру держать ровно, это занимает буквально доли секунды. А после теории собравшиеся смогли закрепить на практике свежеприобретенные навыки. Приуспели в этом даже четвероногие блогеры. Его зовут Борис Джонсон, он у нас юный блогер. У него есть страничка на Фейсбуке, а ты хочешь, аду Борис Джонсон. Свои учебные работы юные журналисты уже выложили в блогах. Следующую такую акцию планируют на сентябре. Тему и место для фотосессии ребята определят сами путем интернет-голосования. Адама Базов, Анзорка Широка, 200 утра, Кабардино-Балкарин. Ну а сейчас самое время поделиться любопытными деталями. Сегодня в рубрике «Камни. Возраст которых по подсчетам ученых 5000 лет». Так называемые антропоморфные стелы, их более 30 нашли в 1965 году при строительстве Дворца культуры профсоюзов. Обнаруженная гробница с захоронением, в том числе с предметами из золота, была выложена изнутри камнями. Представляют они собой примитивное изображение человека. На некоторых даже сохранились криптограммы, но никто не так и не смог расшифровать эту тайнопись. Ценные экспонаты были переданы на хранение в Национальный музей. Ну а в настоящее время каменными истуканами заинтересовались германские ученые. Это именно они определили возраст археологических древностей в результате специальных анализов. Сейчас специалисты на основе собранных материалов готовят к изданию научный каталог. Пожалуй, таким количеством названий не может похвастаться ни одна другая гора в мире. Эльбрус, по подсчетам организаторов мультимедийного проекта «Россия-10», имеет около 40 имен. Однако внимательные читатели одной из республиканских газет заметили. В описании пропустили Кабардинская Ашхамаха. У меня на этом все. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин